Всем доброе утро! Начинается мой очередной влог. Сегодня у меня будет интересный день, хочу взять вас с собой. Подобрала сегодня такой вот аутфит, попросили надеть джинсы, не знаю, надеюсь им понравится. Кому им? Съёмка у меня сегодня для классного крупного бренда, и мне очень приятно быть на этой съёмке, поэтому захотела запечатлеть эти кадры, наши бэкстейджные в влоге, чтобы потом была память. У меня здесь, можете меня поздравить, уже две недели, как есть эти рейлы практически, и достаточно не мусорно и не бардачно. Это для меня победа. И сейчас я выберу себе сумочку, мне кажется, вот это красиво будет сюда. Ну да, я так считаю, немножко даже под ремешок подходит. Ну нет, не подходит, ладно. А мне нравится. Когда у тебя появляется новая сумочка, хочешь её выкулиться, извините. Если вдруг кому не нравится, мне очень нравится, спасибо большое. Я встала сегодня в девять, быстренько сходила в душ, немножечко посушила волосы, приоделась, и сейчас, наверное, пойду куплю кофе и быстро буду выбегать. А зачем я это сказала, если и так логично, что по утрам мы встаём, идём в душ, и вот это всё сушим голову? Очевидные вещи. Не понимаю, что говорить, что не говорить. Смотрите, какой пресс. Чудеса. Пока сниму, чтобы не запачкать. Так, а кожаный вообще можно на нельзя оттереть. А вот эту вот запачку будет плохо. Вроде бы осень неплохая пора, но что меня бесит больше всего, это то, что в одиннадцать часов утра такая тень. Что за синева? Что это такое? Без включенного света невозможно прожить и днё. С утра до вечера хочется свет включать. Особенно на контрасте, когда выключаешь, вообще ужас. Но сейчас так вроде неплохо. Не знаю, мне очень нужно солнце. Представьте, кто-то живёт в городе, где есть солнце осенью и зимой часто. Я в это не верю. Вот я Оск спрашивала недавно. Оск, ты жил в Париже полгода? Он жил зимой. И у него, он сказал, в Париже просто сказка, песня. Ну это нечестно. В Москве тоже нужно солнце. Ладно, сейчас меня кофе излечит. Интересная информация во мне. Я люблю сейчас кофе на двух вариантах молока. Это coconut. Я бы сказала на английском. Это кокосовое и соевое молоко. Мне очень нравится. Начинала я свой путь перехода от молока настоящего к альтернативному. С миндальным молоком. Мне он только нравился и всё, больше ничего. Но сейчас как-то мне кажется, он слишком скучным. Здесь сладенький такой привкус. А вот это вот очень сильно похоже на настоящее молоко. Сейчас сделаю себе кофе. У меня буквально 20 минут на такой вот утренний ритуал. И я должна бежать. Сначала на маникюр, потому что у нас закончился локдаун. Я не смогла сделать заранее. У меня один ноут сломался. Мне уже ремонт. Я иду на съёмку очень важную. Поэтому, конечно же, не могу приехать туда с плохим маникюром. Даже если это фото с съёмкой. И там можно что-то исправить. Ну я не такой человек, чтобы неподготовленно приходить. Отчасти почему там блогеров берут на проекты. Именно чаще всего опытных. Потому что такие вещи мы уже просекаем. Мы уже знаем, что важно думать об этом. О таких, ну, вроде мелочах, а вроде бы и важных вещах. Знаем, что нельзя приходить на съёмки в одежде цвета конкурента бренда. Глубо говорят. Может, это мелочь, да. Но часто приходилось, между прочим, мне переснимать рекламу поначалу. Когда не было прописано в ТЗ, что вот, не надевайте красный цвет. Надо жёлтый. Не было такого прописано. А потом выясняется, что да, тебе нужно всё переснимать. Ну вот из-за того, что у меня такие ситуации были, я знаю, что, ну, как бы, нужно подбирать в цвет бренда. В идеале. Кому-то пофиг, кому-то нет. Ну, лучше себя обезопасить. Всё такое. Вообще, это всё не важно. Девочки, кстати, кофе пить. Что такое? Ага. Ага. Я настоящий бариста. Нарисовала сердечко. Приехала в ближайший торговый центр для того, чтобы сделать ремонт на готовщику. Я думаю, это займёт полчасика. Что ж, утро после недели выходных. Торговые центры были у нас закрыты. Людей уже много. Видимо, все, кто хотел, начали сейчас активизироваться, покупать, что им надо. Вот такая красота. Сейчас посмотрим, что мне сделают с этим. Сделала ноготочки и пришла в стартовку месяц. Буквально 20 минут переписить. Хочу салатик с томсом. Спасибо большое. Мы печеньком. Ничего от вас не издающе. Доброе утро, дамы и господа. Привет. Я на съёмочке. Вот моя лёгка. Вот такая вот я. Выпрямили волосы, сделали легкий макияж и сейчас буду переодеваться. Делаем пучок с второй образ. После съёмки мы решили перекусить. И Катя вон сходила за прекрасной едой. Ура! У меня что, день рождения сегодня? Да, я решила, что я строй за твои деньги. Ура, сейчас будем кушать. Короче, сегодня план такой на оставшийся день. Сходить в торговый центр, посмотреть, что есть в H&M Home и в Zari Home для студии подкастов. Что-то заказала онлайн, что-то хочу ещё посмотреть. Так, пощёкать, потрогать. И потом на сколько? Но сначала подкрепиться. Глядишь, это моё, мне кажется, это твоё. Может быть, я просто убрать не могла это. Ой, я завидую тебе. У тебя паста, у меня сэндвич. Могу тебя угостить сюда. Да не надо, спасибо. У меня просто с тыквой. Тыква – это странный выбор. Я вообще такого особо не ем. Звонит. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Корене Аркадьевна, меня зовут Мария. Я финансовый консультант по банкам. Вам удобно сейчас говорить? Не, сейчас неудобно. Я кушаю. Можно боковь, призови, пожалуйста? Обращаю ваше внимание, что наш разговор записывается. Корене Аркадьевна, я не займу много времени. Возможно, информация, которую вы хотите... Я очень голодная. Спасибо. Ну, я же вежливо попросила перезвонить попозже. Могла бы сказать, да, конечно, когда вам удобно. Не займу много времени. Извините, а я голодная. Вот что мне делать? Я вежливо всегда. Мне звонят, я вежливо отказываю, либо слушаю, потому что понимаю, что это чья-то работа. Но когда тебе говорят, что человек кушает, извините. Это должно ждать. Рубинки. Мы приехали в Эйчин Дэм Хома. Это, конечно, отвал всего. Здесь так много всякой красоты. Вот это, например, мне очень сильно нравится. Вот эти свечи тоже нравятся, но, наверное, меня забанят на Ютубе. Это тоже безумно красиво. Так что, я сейчас... Это все? А я пойду. Что зыришь? Вот это мне обязательно надо. Для чего? Для подарочков. Потом, когда уже Новый год будет, будем это дарить. Тебе тоже, мне кажется, такое надо, чтобы потом по опухам не искать. Красивость мне вещь такой. Есть такой. А это ленточка по 5 метров. Тоже коробочки можно перевязывать. Так. Ты просто денежку хочешь потратить. Так-то ты можешь просто сказать, Карин, это тебе. От Кати Федосеевой для Карин Каспарян. Мы эстетикс или не эстетикс? Я не понимаю. Извините. Блин. Просто денежку хочешь потратить. Да. Блин. Тысячу арувелей я сначала на тенге посмотрела. Пять тысяч тенге. Нравится тоже. Не, ну молодцы вообще. Еще цены такие приятные. Не как в Зарахом. Очень нравится, что сейчас уже новогодняя. И может сейчас купить и потом не брать на это время. Но мы вообще-то сюда не для этого приехали. Это правда. Красиво. Большую могу не брать. Блин, такие цены приятные. 399 рублей. Тут свечка должна быть круглая, ее видно не будет. Будет просто кружок видим. Будет красиво. Ну ладно. Это тоже очень нравится. Сколько стоишь? 799 рублей. Берем. Давай возьмем. Тысяча рублей. Мне 399. Большой не будем? Нет, давай не будем. Будет три разных. Типа одинаковый материал, но разные штучки. Сюда нужны вертикальные свечки круглые, плоские. Здесь тоже всякая красота. Например, вот эту черную я бы взяла. Правда, она вся покоцанная. Голову тебе я беру? Голову бери. Да, давай. Это будет как подарок. 10 тысяч рублей и 2 пакета всякой-всячины. Но отдаю должное Эйджику. Действительно много всего купили за такую сумму. За Арахом, наверное, 2 позиции бы взяла. Максимум 4. А здесь прям где-то 8-10. Очень спешали по этому местечку. Наконец, как только все открылось, мы приучались сюда. Сейчас пойдем на тренировку. Вот здесь мы были только что на спорте. Очень красиво, офисное здание. Только посмотрите, какая здесь стена. Огромная вся в травушке. Вот такая красота. Спускайся. У нас только что была 10-минутная тренировка. Очень хорошо позанимались. После спорта я приехала домой. Все с себя смыла. Немножко перекусила. Даже прибралась. Все вещи, которые брала с собой на съемку, развесила. Посуду в посудомойку загрузила. Стирку загрузила. Короче, я молодец. Обычно оставляю типа на завтра. А или зачем? Потом вспоминаю, что завтра вообще-то я должна встать. И сразу же опять уходить. И утром опять, если буду все это делать, то опоздаю. Поэтому сделала. Молодец. Клажу себе по головке. И иду спать. Сейчас почти 11 часов. Я уже лягу. Оск еще не пришел. Он на студии записывает свои хиты и треки. Идет, наверное, через часик. Я к этому моменту уже буду ближе ко сну. Я теперь читаю по вечерам. Поэтому, я думаю, сейчас полчаса. Побаляюсь в ТикТоке, в Инстаграм. А потом... Зачем вот это вот я делаю? А потом полчаса еще почитаю. И надеюсь, к 12 я усну. Мне это очень хочется. Потому что я, ну, заслуживаю этого, я считаю. Хотя в последнее время засыпаю только ближе к часу. Ну, тоже ничего. Но хочется чего-то более интересного в своей жизни. Попробовать, например, засыпать в 12. Все. Всем спасибо за просмотр. До следующего дня. Привет! А, нет. Что? Что? Я сейчас собралась, да? Буду сейчас снимать кое-что? Отношери. Я так и думала, что ты это скажешь. Так и думала. Отношери. Чебедэ. Нет, нет, тамбэ. Отношери. Смотрите, как у нас солнечно сегодня. Вот там солнце светит на нас. Ненавижу выбегать, оставляя такой мусор. Но даже 5 минут времени мне очень могут понадобиться, когда я буду на улице. Поэтому я ухожу. До свидания. Что я вижу, когда фотографируюсь? Что вижу я, когда фотографирую Карину? Очень холодно. Очень холодно. Не нравится. Мне такое очень сильно. Пора переходить на съемки дома. Дом у меня, конечно, не так красиво. Я подумала, если я в солнечные дни буду обустраивать себе уголок, белая стена не может смотреться плохо, да? Несмотря на сегодняшний дикий холод, солнце светит, поэтому утрен было сидеть дома. Мы пошли отфотографировать несколько луков. Вот так я выгляжу сейчас. Это шубка от Fils и брюки тоже от них. И дай-ка позже, очень красивые, сидят в прилетах. Смотрю на себя и только одна песня в голове приходит сразу на ум. Зима-зима! Зима-зима, зима-зима-зима. Все, а завтрасткий хрpm заблокировали этот видеоролик. Ну, так похоже было? Да. Прохладно. Эту штуку, на самом деле, нужно носить под какую-то одежду, но... А что я так не сделаю реально? Не знаю, мне просто лень было. Ой, несмотря на то, что сейчас всего лишь, по-моему, ноль градусов или 1 что-то такое, Очень ветряно и холодно Но голубое небо делает меня счастливой Я очень хотела бы, чтобы у нас каждый день был такой Холодно, да, но солнце всё равно побуждает тебя что-то делать Но это невозможно, зачем тогда я это вообще говорю? Можно вопрос такой? Сейчас поедем в депо, там, наверное, перекусим И будем ждать тренировку У нас она сегодня через 2 часа практически Сейчас не покушать кофе, конечно Вот такую кушал вкусняшку Коке, да Вкусно мне будет сейчас очень сильно Я пока здесь сидела, выкладывала костики всякие Катя сходила в Старбакс за мачей на кокосовом молоке Я не очень могу сказать, что люблю в Старбаксе мачу Каждый раз, когда он давал мне попробовать, было отстойно Но он давал мне попробовать на обычном коровье молоке Вот сейчас я попробую и скажу, как мне Вы же знаете, да, что я полюбила мачу? Это вообще шок Почему? Раньше она всегда, когда бы я её не попробовала, казалась тухлой рыбой А сейчас у меня что-то стало с моими вкусовыми рецепторами Видимо, не знаю Как-то получше Ну-ка Ну, это не самая вкусная мача, которая есть Она с каким-то странным вкусом Кокосовое молоко у них, наверное, не Альпра Может и Альпра, не знаю Ну, не идеально Где-то 5 из 10 У меня в нашем доме есть кофейня Там очень вкусно делают Где ещё вкусно делают? В Маргарита Бестро В Грейс на Патриках тоже вкусно делают Если кто не пробовал, попробуйте вот там Очень хорошо Мне нравится Какой-то такой нежный вкус А здесь какой-то послевкусие остаётся Но лучше, чем на коровьем, это точно Сейчас она ещё дезерты принесёт Вообще будет хорошо Это мой пикник на гречишном шоколаде Альтернативный Вот мы в спортзаре Была в той встрече для меня, наверное, 2 Ходила то в Регунте, то вообще не ходила Наконец-то я здесь Будем заниматься той же сейчас тренершей Которая тренировала нас онлайн в Болгарии Так что интересно Хотела вот что сказать Очень важно То, к чему я давно на самом деле пришла Если я ставлю себе тренировку, например, в 7 вечера И при этом я сижу везде дома Особенно осенью и зимой Нет варианта, что я туда в итоге дойду Это нормально Если вдруг вы тоже не можете себя поднять из дома То не ругайте себя за это Лучше создайте для себя такие условия Чтобы вы могли с более легким ощущением внутри себя На этот спорт пойти Например, что делаем мы с Катей Мы договариваемся о работе В которой нам более приятно Условно пойти что-то творческое Поделать, снимать и так далее И после этого, так как мы уже где-то там рядом в центре Мы идем на спорт Это очень сильно помогает на самом деле Потому что в дождь, в темноту Уже выходить из дома Просто чтобы час позаниматься Вообще не хочется Даже если это близко Очень важно, когда ты пытаешься Какую-то привычку в себе воспитать Или что-то, ну, вот в такой активной начать Диэтом Правильно питаться Или вести спортивный образ жизни Очень важно вокруг себя построить Вот эту прекрасную Располагающую по всему атмосферу Чтобы не заставлять себя выходить из дома В холодную погоду куда-то ехать А чтобы все было легко Это очень важно Не пренебрегайте этим Минутика философии с Кариной Каспарианом Теперь я буду переодеваться Та-дам! Переход получился нехорошим Я это знаю Но зато вы посмотрите Какие форма и формы 10 из 10 Все, пока Мы ждем тренировку Ай, где это я? Я здесь вообще не была 100 лет Я на топ-стретчинг для пола Сейчас будем заниматься спортом Ждем тренера, да Пока что вдвоем Не знаю Будет ли еще человек сюда приходить Ты такая, да Ждем тренера Я не знаю, что еще сказать Хочу сказать, что у меня все отлично У меня настроение бомба сегодня Хотя я запорола полдня Ну, вообще-то ничего не запорола Мы хотели на улице снимать Типа часа два Но настолько холодно Что мы сделали по фотке И просто, ну, все Поэтому по факту все нормально Все успели за то Если сейчас Меладзе не включат на тренировке Я отказываюсь заниматься Она же твоя подружка Ты можешь попросить ее включить Плейлист Меладзе? Да Вот Сейчас под Меладзе Может будем заниматься А еще какие у тебя предпочтения? Может скрипт Сладушек подрости? Скриптонит нормальный А еще логутин можно Вот это у нас Мои искусы специфичные Тренировка прошла успешно Я себя всегда чувствую реально После тренировок очень хорошо Как будто я победитель по жизни И это чувство Оно мне очень нравится Еще недавно я провела опыт Буду ли я чувствовать себя лучше Психологически после тренировки Чем я чувствую себя до У меня недавно случилась неприятная ситуация С машиной И меня это очень сильно парило И я подумала Блин, как раз хороший эксперимент будет Пойду на тренировку И посмотрю, как мне будет после Что все же говорят Что типа В спортзале От злости избавляешься Все такое Ну и в общем-то В принципе мне полегчало Но я не знаю От этого ли Или от того, что в спортзале У меня было время на то Чтобы подумать об этой ситуации И какое-то более-менее Решение пришло мне в голову В любом случае Спорт это класс Мы такие свиноматки Чего? Это не на нас Свиноматки? Сейчас я тебе покажу Обе Я тоже кричу Я все умею прыгать Ну ты нашла название, блин Ну блин, это рангурс Нет, это не мы свиноматки Это рангурс Я называю свиноматка А что это вообще такое? Я не знаю Просто такое Слушала слово обзывательное Как дурочка Повторяю его Ладно Да выключайся Я надеялась, что я выключу И все Спасибо Будет красивое потухание Ну нет Короче, мы приехали Сколько сейчас? 7.30 практически В офис Расставлять нашу подкаст-студию Красиво оформлять Хочешь домой, наверное, да? Ну я тоже бы уже не отказалась, конечно Но мы пойдем работать Та-дам! Вы только посмотрели, какая красота Не знаю, нравится ли вам Но мне очень нравится В принципе Да И я картину, как мама пристроила твою Да, картин не будет видно Либо мы не будем их брать И кадр будет подобного плана Либо У нас это прикольно Ну нет, кадр их не будет Но так они могут остаться там Если у нас будет вот такой кадр Так, значит Что нам осталось? Дорасставлять всякую красоту Мы купили, вы видели Очень много всего Плюс повесить Подкастные штучки Это мой свет потрясающий Я так горжусь этим местом Короче, расскажу интересную историю Побыстренькому Вы знаете, что я решила Назвать свой подкаст Приятный подкаст А на просторах интернета Существует такой парень Как Приятный Ильдар И я, конечно же, знала его существование Даже смотрела его ролики Как он делал обзоры На беременную в 16 и прочее Угорала с этого Я понимала, что это не лучшая стратегия Но я посчитала, что приятное слово Не занято им Возможно, в некоторых главах да Но он его не запатентовал И все такое Без ко всему У него нет подкаста Тогда, думала я на тот момент Но у него реально его не было Когда я поняла, что хочу называть подкаст приятным Я посмотрела Нет ли приятный подкаст На просторах интернета И его не было Потому что он То, что загрузил к себе на канал Второй какой-то у него есть канал Он их скрыл И когда вся эта ситуация Выявилась То, что я собираюсь назвать так подкаст Он открыл эти подкасты И сказал, что Вот, типа Интересная ситуация Получается Типа неправильно Он говорит Делай, что хочешь Мы с ним обсудили эту ситуацию Попереписывались немножко Он сказал Да, вообще Окей, если ты сделаешь так Просто я над этим посмеялся Он выставлял какие-то сторис на этот счет Что, типа Ха-ха-ха Карина Каспарянс Решила сделать мне вывеску Моему подкасту И так далее Сказал, что это нецелесообразно Да Но У меня есть концепция Четкая Ясная Почему я так назвала Потому что У меня будет приятный подкаст У меня будут приятные мне люди Приятные мне темы Это будет даже не только мне приятно Ну, типа Все у меня будет на приятной ноте И мне хотелось Что-то вокруг этого слова Мне понравилось Просто вот Ну, понравилось Хорошо звучит И я захотела Если бы существовал Я знала, что такое подкаст Приятный подкаст у Ильдара Я бы, может быть, подумала Тысячу раз Да Потому что это тупо Но я не знала об этом Поэтому Решение было принято Ну и для того Чтобы не быть совсем лохушкой Я решила сделать Этот подкаст Very приятным У меня будет вот такое Сверху дополнение Написала здесь very Что будет говорить о том Что мы часто будем Я уверена, с гостями Когда что-то обсуждать Вставлять английские слова Как-то девушка Из прекрасного интервью Very, very affordable И всякие details И materials И всякие fabrics Окей? Поэтому Мне эта идея очень понравилась Это будет не просто Приятный подкаст А very приятный подкаст Скажите Что думаете на этот счет Но знаете Что я не поменяю То, что я уже сделала Потому что Как минимум Табличка большая Стоит 30 тысяч Это стоит где-то 15 Или 12 Но в общем Не буду Мне такая идея Очень нравится И Ильдар приятно Забросил свой подкаст Может он когда-то Его возобновит Но у него будет Приятный подкаст У меня будет Very приятный подкаст Yes Так что извините Разные все-таки названия Как вам? Смекалка рулит? Спасибо Давайте наконец Расставлять Тут почти все готово Но возможно Мы как-то Переформируем И что-то добавим Где-то Мне очень нравится Вот это Прям бомба Вот это подарок От одной девочки Блогера Она подарила мне Книгу Шанель На день рождения Божественно Очень красиво Нравится Вот эта полочка Мне тоже нравится Мне нравится Кнопка Здесь очень хорошо Вписалась Ну здесь Что-то дополнить Я думаю надо Здесь вообще Strange Это вообще Доска для фотографий Тут можно Любую фотографию Прицепить Я буду наверное Делать фотографии С гостями Может их потом цеплять Может не буду Не знаю Вот это мне тоже В принципе нравится Может что-то добавлю А так красиво Здесь тоже классно Единственное Наверное Тоже что-то добавлю Здесь вообще Полностью переделаем И самые нижние По сути нет смысла Заполнять Но посмотрим Может быть что-то поставим Просто для антуража Потому что мы Купили много всего Также у меня здесь Зеркало Кто забыл Для того чтобы Можно было смотреться Как ты выглядишь Перед тем как идти в кадр Есть такой свет Это диван Узнали из моего дома Просто где мы снимаем квартиру Мне там разрешили Убрать этот диван И они не согласились Его забрать Потому что у них Нет места для хранения Я решила что Он здесь отлично впишется Здесь можно тусить Тому кто будет Это все снимать Ну и потом Вернем когда съедем И здесь есть штучка Для одежды Надо вешалки купить Штативы Два штука Надо еще третий купить Технику мы будем арендовать Нравится мне Очень Вот эту вот женщину Надо убрать Наверное Давай мы просто Будем сейчас Просто расставлять И посмотрим Что куда передвигать Уже визуально Это большая свечка Разрыв моего сердца О кстати Она еще лучше Чем вот эти другие Или ты хочешь Я хочу их оставить Да Ну как ты Закрываешь всю красоту Маленькой свечой А вот так Ну мне кажется Нравится Да Ну вроде да Красиво Полноценно Что еще придумаешь Сейчас вот эти Блин Вот Помимо того Что у меня есть Шанель книга От девочки Которая мне ее подарила У меня еще От Фэнди Подарок Я была на их мероприятии Они мне подарили Вот такую книгу Балдежную Тут всякие картинки Слушай Ты уверена Что ты хочешь Обе книги Вместе расположить Это не книга Ну Я имею ввиду Они типа прям рядом Мы можем поменять Смотри книгу Вот эту поставить туда А сюда поставить рамку Да Давай Добрый день Я диспетчер Нет Видно Меня зовут Екатерина Федосеева И это подкаст Приятный Вэри Вэри приятный Сегодня у меня в гостях Невидимый гость И мы его пригласили Потому что это уникальный случай Когда человек смог стать невидимым Юмор 10 из 10 Как вам? Красота Я считаю что у нас У нас получится приятный разговор Помимо того что он невидимый Он еще и неслышимый Час такого подкаста Как вам такое? Как вам удалось добиться Такого успеха? Отношений Считаю это Сто процентный результат Ребята Что изменилось здесь? Микрофоны мы добавили Вот что Вы только гляньте Теперь как круто будет Ну мы потом Еще поработаем над тем Как они будут стоять Может быть что-то изменится Итог сегодняшнего прихода сюда Мы сделали все Кроме оформления одной полочки Катя сказала Что даст хоть какие-то Свои свечечки Из дома Или что-то Еще вазу какую-то В общем Найдем Что туда поставить Прикрепили также микрофоны Пока не будем их подключать Это наверное нам поможет Девочка Кто будет заниматься съемкой А еще нам нужно Покрасить провода В цвет У нас надеюсь Осталась краска И повесить эти штуки Этим будет заниматься папа Скорее всего В четверг все будем делать Потому что Нужно чтобы Яна Когда придет Кто будет это все снимать Мы должны выстроить кадр Он будет Один отсюда Другой вот такой И третий вот такой И я считаю Что это очень даже Мы молодцы Что думаете вы Пишите обязательно Мы здесь провели где-то час И уже будем сейчас Расходиться по домам Отдыхать И наслаждаться Я дома 21.13 Значит мне нужно Сейчас перенести Все файлы монтажеру Где-то выбрать Может быть 5-6 аутфитов На завтрашнюю съемку В студии Хочу снять переодевашек Всяких видосиков В общем-то Для рилса Тиктока И выбрать Хотя бы 2-3 видео Которые завтра я снимаю Потому что у меня завтра Будет в студии Всего 3 часа Я ненавижу приходить Неподготовленная Когда ты не знаешь Какая у тебя концепция Какие переодевашки Вот это вот Ну Просто не понимаешь Что тебе снимают Каких идей нет Какие переходы нет Музыки нет Не знаю Мне это делать все лень Я бы уже с удовольствием Пошла спать Но кстати Интересный Тире неинтересный факт Обо мне Я на весь ноябрь На декабрь Каждую среду С 12 до 3 Забронировала студию Потому что Во-первых Мне нужно Сейчас Особо нигде не поснимаешь Там планирую снимать Рекламные проекты Плюс Себе контент Если рекламы Там нет Завтра например Мне нет чего снимать рекламного Поэтому буду чисто Контент пилить И получается Почему решила заранее Потому что сейчас Студии хорошие Не найти впритык Только все заранее Все забронировано В дневное время Вообще ничего нет Обычно вечером Да конечно То есть студию-то найти можно Просто не то что мне надо Поэтому У меня есть такое Расписание некое Если честно В этот весь процесс Я вас брать не хочу С собой Потому что Мне бы по-быстренькому Все это сделать И скорее уже лечь Я хочу есть Но понимаю Что лучше мне уже не есть Просто потому что Я усну С большим наслаждением Если я буду чуть-чуть голодная И у меня будет Более хороший сон И более легкое пробуждение Поэтому После спорт Я уже Ничего не буду кушать Нравится такое В принципе я не очень голодная Но конечно Перекусить было бы Очень даже Хочу пораньше спать лечь У меня вчера не получилось Кстати Я хотела к 12 Уснула в час 30 Все потому что Общалась с вами в телеграме Полтора часа практически Подписывайтесь на телеграм Если хотите больше Общения живого Там часто я всякие сплетни обсуждаю Все Спасибо большое Вы супер Пока-пока До новых встреч Субтитры сделал DimaTorzok